Книга «Открытым оком». Тема. Богослужения. Седьмой том. Вопрос 1938. «Зачем такие длинные богослужения? Стоишь, устал и ничего не понимаешь?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Этими вопросами занимались многие святые и не святые и пытались сокращать службу. Во время апостолов были моления, но не было таких богослужений, а была проповедь и молитва, и пение общее. Проповедь занимала главную часть. Рассказывали о миссионерских трудах, о милости Божией. А сегодня только выходы и входы в алтарь и из алтаря. Зашифровали все, как чужеловесный ребус-кроссворд. И чтобы понять, что же значат эти выходы со свечой или с Евангелем, эти специальные уроки нужно брать. Да разве Христос для того пришел на землю, чтобы шарады и загадки задавать? Его деятельность была открыта верным даже в притчах. А богослужение было простым и понятным, как сегодня у баптистов. Деяние 4 глава 27 по 31 стих Ибо поистине собрались в горде семна святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть, предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнилось все Духа Святаго, и говорили Слово Божие с дерзновением. Василий Великий 1 января Прокол, архиеписоп Константинопольский, в половине V века говорит, что святой Василий составил литургию более краткую в виду того, что многие христиане его времени стали выражать недовольство своей долготою службы церковной. Для сего он сократил обычные общественные молитвы, расширив в то же время молитвы священнослужителей. Стихотворение Нам нужно слово «если» полюбить, Внимание окружить пронзительной заботой, Молиться, чтобы «если» не забыть, Трудиться для него, умывшись потом. О чем бы в Библии читать нам не пришлось, Божественное слыша обещание, Повсюду «если» наш характер злость, Приискренний ответ или слащавый. Уже Адама Бог предупредил, Что если вкусят от плода познания, Смерть тотчас замаячит впереди, Восторжествует враг, Своё воздвигнет знамя. И что бы нам Господь не обещал, Пресветлую ли райскую обитель, Он многократно говорит в начале, За что спасены будем или биты. Тем более сейчас, в Назаветном храме, Перебираемый по четкам «если», Всех верных наделяет он дарами, Сокровищем духовных и телесным. Но если праведник отступит и уйдет, Но если крест покинет и остынет, Мгновенно в горечь превратится мед, Как страшны эти истины простые. Условно все, что окружает нас, И именно от нас зависит исполнение, Что лучше вырвать исцеленный глаз, Когда смертельное постигнет искушение. Но если образумится злодей, Раскается, изменится рдая, Он будет жить для Бога, для людей, Хотя бы болен был и голова седая. Но каждый шаг, на каждый поворот, Две стрелки «если» влево или вправо, Да и стираем мудрости порог, Избрать лекарство, выбросить отраву. 2003 год, Игнатий Тихоныч Лапкин Слово «если» встречается в Библии 1687 раз. Игнатий Тихоныч Лапкин